МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, это плотвичка. Чувствую по тому, как она сопротивляет. А может, и ершик мне вроде плотвичка. Иди сюда. Да. Привет, ребята. Сегодня мы на Вилейском водохранилище. Решили опять посетить водоем. Ну, у нас что та рыбалка, что эта. Это из крайности в крайность. На той рыбалке у нас была снежная буря. Сегодня у нас такой ураганный ветер, скажем так. Палатку растянули, натянули. Прямо аж трещит. Ветер сильный сегодня. Вот. Как-то так. Приехали рано сегодня. Ну, как обычно, мы выезжаем. Затемно пришли. Лед хороший, но на льду, скажем так, даже каши нету. Корочка сверху. Снизу корки воды вот столько. То есть, ну, по щиколотку. По косточку, скажем так. И дальше уже монолит. То есть, такое. Километр шли по льду. Немножко от прошлого места дальше зашли. От бровочки на плату ловим. Вот. И, честно говоря, думали, что рыбалка сегодня будет пролетная. Потому что до, ну, так, если округлить, не брать мелочевку в счет и хороших ершей. Потому что Денис уже пять штук таких монстров выловил потом в конце рыбалки. Покажем. Там прямо ерш такой ерш. Вот. Думали, что пролетим. И вот только с полвторого начала подходить белая рыба. Белой рыбы не было вообще. Сначала подошел, подошла, начала подходить платвичка. Ну, вот эти ее поклевочки, знаете, дребезжащие. Видно, что на точке платва. Штучки четыре высек платвички. Такие хорошие. То есть, мерные, велеськие. Ну, кто знает, какая на велейке платва водится, тот в теме поймет меня. Хорошая платва для велейки такая сама-то. Вот. А потом зашел подлещик. Ну, еще мы его не назову, но такой хороший сейчас, ребята. Покажу вам его. Так, ну, на лед пока в лов выбрасываем. Вон, сын там настраивать камеру. Да. Считайте, с третьего часа только пытаемся что-то отснять. Сами слышите, какой ветер. И вон, вон, видите. Ну, такой хорошенький слойник. Вот, платвички. А у Дениса тоже сейчас начала проклевываться платвичка. Ну, правда, до этого он подлещиков ловил тоже. Штучки три зашло. Три-четыре подлещика. Ну, миленьких таких. До 100 грамм. Вот. У меня как-то сразу начала ловиться белая рыба с хороших размеров. То есть, платва хорошая и подлещик вот хороший заскочил. И видно, что вот до сих пор рыбка на точке. Видно, что вот с каждого перезаброса, скажем так, рыбку снимаешь, наживочку вешаешь. Там три-четыре мотылика. И поклевочки сразу идут. Все, ребятки, постараемся отснять эту рыбалочку. Я думаю, рыбка, если подошла, она уже как бы, ну, точку не покинет. Чуть попозже расскажу за прикормку, наживку и все остальное. Ну, ребят, ух ты. Есть. Что-то всеклось. Так. Ух. Давит даже немного. Сейчас посмотрим, что там. Сейчас посмотрим, что там у сына. Вот, нечто. Блестит. Ух, плотва классная. Вот это вилейские батончики. Класс. О, ребятки. Давай, 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 веселей. Не стесняйся. Ага. А, плотвичка. Отлично. Ну, это не сильно. Хотя, вот сейчас так забычило. Угадал. Ага, угадал. Вот, 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 вот. Да, 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 да. О, плотвичка. Вангую плотвичка. Батончик. Главное, чтобы батончик наш не сошел. О, хорошенький. Какой, хорошенький, какой плотвичка. Вот, вот, вот это батон, вилейские батончики. Глубоко заглотило, поэтому без крючка съема никуда. Красота. На улице наледик. Вот эту рыбу, так, ну, выходим периодически. Раскидало ветром по этому льду. Ну, вернее, такой там не лед, там вода. На этом почти плавает. Так, сейчас заново нацепим свежего. Вроде этот ничего, но мотыля у нас много. Поэтому свежего мотыля оденем. Надеваем 3-4 мотылика. От головы миллиметра 3, ну, и в голову жало. Сейчас покажу. Крабик. Так, ну, чтобы кончики эти болтались побольше. Крабик такой получается. По прикормке у нас сегодня сразу, стартовый закорм, был плотва-шоколад. Вабик. Готовая зимняя прикормка. В синих пачках продается. Я уже не буду, ребят, вам тут показывать доставать. Мы их уже распотрошили и сложили. Чтоб на льду не мусорить, в пакеты все поскладывали. Это на стартовый закорм. И на 2 луночки. Тянешь что? И на 2 луночки по 400 грамм лимана. Сразу в стартовый закорм. И вторая пачечка у нас была лещ-специи. Тоже вабик готовая прикормка. Увлажненная. И вот после нее, через какой-то промежуток времени, ну, не сильно большой, вот начала подходить с рыбками. Не знаю, может, дело в прикормке? Ну, мне кажется, нет. Просто дело было в отсутствии вообще в этой локации рыбы. А мы в районе Рабуни. То есть от Рабуни и километр в сторону высокого берега. А вот, на плату. О, как всплывает. Йо, а не. Что? Да как-то так стеклось вначале вес почувствовал, так в дно топило, потом резко как будто сорвалось. Сейчас опять вес чувствую. Ну, сейчас идет без сопротивления, так быстро как достал. А, блещик. Красивый, красавчик такой. Давай, 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 давай. Есть. О! Ого! 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 Хорошая плотвичка. Жувствую. Только отход ты не сойди, етись твою налево. Ого! Честно говоря, думал, плотвичка тянется, потому что так, ну, башкой сильно борзо било. Как плотву куда тянешь, она так гривой резко трясет. О, подлещик. Хорошо. Даже может сейчас посмотрим, и мотылика менять не будем. Хорошо так оставил, крабик такой. Немножко лесочку почистим. И в лунку. Ни фига себе у тебя. Чуть вверх не вылетел. Тянешь-то? Вроде что-то было. Сейчас я тебе не чувствую. Ого! Ого! Не, зашел. А у меня что-то есть. Что-то сопротивляется. Быча так башкой мотает. Что, подлещик, что ли? Что-то у меня сейчас будет, какая-то реализация слабенькая. Все, не, батончик. Опача! Вот такая плотвичка. Красота. Расклевалась рыбка. Единственное, если бы не пора было бы уже ехать домой, и не этот ветер сильный. Ну, ничего. Хотя бы под конец рыбалки рыба расклевалась. Это нажавимая мотыля такая объемная насадочка получается. Не успела высосать мотыля плотвичка. Ребята, у Дениса последняя поклевка, и собираемся. У него это последняя рыбка. Много сходов в его лунке почему-то. И все на подъем, то есть подлещик клюет. Ух ты, батон. Вилейская плотвичка. Ну вот, как раз последняя поклевка и последняя хорошая плотвичка. Батончик. Ага, вот ты. И я последнюю рыбку. О, хорошая. Деня. Деня, багор на всякий случай притащи. Прям хорошая. Бля, толка не сойди. Я тебя прошу. А, не, все. Это плотва просто. Я думал, подлещик около леща идет. А тут вот такая фигня. Батон. Ну вот и моя последняя рыбка. Сын последнюю рыбу словил я. Хорошая рыба сегодня, конечно. На точке. Жалко, что поздно клевать. Да, жалко, что поздно клевать начал. Ну, что поделаешь. Как-то так. Их, вот это батон. Вот это плотва. Так что, ребята, как-то так. Все, собираемся. Соберемся. И в конце покажем по традиции наш улов. Все, ребятки. Сложились. Более-менее там в палатке прибрали. Осталось только ее сложить. Растяжки снять. Ветер сильный. Будем как-то, не знаю, каким-то макаром ее надо сложить. Вот. Вот такой вот улов. Вот. Но это с учетом того, что клевать начало во второй половине дня. И вот сейчас очень хороший. Клев сами видели. Просто обалденный. Такая вот классная зачетная платвица. Пять ершей зачетных. Ну, вообще ерши классные. Тоже ловили сегодня большие. Ну, там подлещик. Вот. Такой хорошенький. Вот. Как-то так. Так, выложили их в ряд. Вот. Ну, мелочевку. Практически мелочевки сегодня не было. А то, что было там, выкидывали в лунку. Ну, практически мелочи не было. Все, ребятки. Не забываем подписываться на канал. Всем пока. Правда, у нас из крайности в крайность. В прошлый раз мы у нас были... Трава-ла-ла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова